Могила на Крутояре Был написан в 1963 году Но не был принят к печати ни одним журналом И был издан лишь в 1972 году Первоосновой рассказа служат дневниковые записи писателя о своем детстве Жена писателя Людмила Владимировна Крутикова В комментариях к рассказу в 1993 году Отметила, что Федор Абрамов впервые, пожалуй, самокритично взглянул на себя и свое поколение Уловил пагубность, безоглядный, фанатичной веры и революционности Предлагаем вашему вниманию отрывки из этого рассказа Действие начала рассказа происходит в 20-е годы прошлого столетия На могиле красного партизана, погибшего в годы гражданской войны Помню деревенское кладбище в жарком сосняке за болотом Красный деревянный столб, красная деревянная звезда, черные буквы по красному Белоусов Архип, ты одна из жертв капитала Спи спокойно, наш друг и товарищ Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые прочел эти слова А они и сейчас торжественным гулом отзываются в моем сердце И перед глазами встают праздники Те незабываемые красные дни Когда вся деревня, и стар, и мал Единой, избитой колонной Устремлялась к братской могиле на Куртояне за церковью По мокрому снегу, по лужам Спотыкаясь и падая на узкой тропе И во главе этой колонны мы, пионерия Полураздетая, полуразутая Вскормленная на тощих харчах первых пятилеток Но кто из нас посмел бы застонать, захныкать Замри, стисни зубы Ты ведь держишь экзамен Экзамен на мужество и бесстрашие Самый важный экзамен в твоей маленькой жизни Речь на могиле держал старый партизан Коряло, нескладно, говорил он Я ничего не помню сейчас, кроме выкриков Смерть буржуазной гидре Да здравствует мировой пожар октября Но тогда Как будоражили тогда эти выкрики ребячью душу Не было солнца, валил мокрый снег Или хлестал дождь В наших местах редко бывает тепло В октябрьские и майские праздники А мы стояли, обнажив головы Как взрослые И мы не замечали ни мокрого снега Не дождя Нам сияло свое солнце Красная могила Осененная приспущенными знаменами Не нынешними пышными бархатными полотнищами Расшитыми сверкающим золотом А теми забытыми Узенькими полосками дешевого красного сица Прикрепленными к некрашенному древку Митинг завершился пением интернационала А после интернационала Самое восхитительное для нас, ребят Салют Салют из дробовиков и наганов Долго Годы и годы не был я в родных местах И позади у меня пол Европы И схоженной в солдатских сапогах И, казалось бы, что могло уцелеть во мне От того наивного и восторженного юнца Каким я отправлялся когда-то В большую жизнь из нашей весной глухомани А помню, когда стал подходить к могиле на Крутояре Я, как прежде, замедлил шаг И, как прежде, сухая и горячая волна Перехватила мне горло Сосны на Крутояре разрослись Деревянная оградка почернела «На где же звезда? Почему я не вижу красной звезды?» Я подошел поближе к могиле И сердце у меня упало Торчит поражило столбик Над плоским холмиком Похожий на обробок соснового ствола А звезды нет Звезда приставленных под ножью столбика И черные буквы уже не прочитать Вечером я пошел в сельсовет Днем он по случаю страды был закрыт Председательница, уже не молодая Целый день проработавшая на лугу баба От нее так и несло жару Сперва не поняла меня О чем это я так разоряюсь? О могиле? Да до покойников ли сейчас Когда чуть ли не из каждого окошка Война зубы скали Потом помолчала И вздохнув сказала Да и не больно-то нынче ходим на Крутояр Это бывало как праздник Да к всем скопам К архипу Белоусову А нынче Нет, не ходим Мне очень захотелось заново Водрузить красную звезду На нашем Крутояре Но где взять плотника? И единственное, что я тогда сделал Это кое-как приладил старую звезду к столбу Да очистил холмик от хлама Это было в 49 году В июле месяце Каменные памятники Красным партизанам гражданской войны Стали появляться в 60-е годы Первый каменный памятник Который я увидел в нашем лесном краю Меня не очень обрадовал Уж больно неказист и невзрачен Пирамидка низенькая Меньше, чем человеческий рост И главное Из какого материала? Из серого цемента с мраморной крошкой В общем, из того самого материала Из которого в ту пору начали отливать Для новых городских домов Лестничные марши и площадки Мы проезжали одну деревню за другой Большие, средние, маленькие И везде, решительно везде Стояли одинаковые пирамидки Из серого цемента с белой крапиной Низенькие, безликие и унылые Как верстовые столбы На благоустроенной шоссейной дороге На нашем Крутояре Целое кладбище выросло за эти годы Антон Аншуков Тихон Аверин Павел Быстряев Ефим Мерзлый Кузьма Федоров Этих партизан я знал с детства И были они, как мне казалось Не лучше и не хуже других мужиков Такие земные и грешные Работать, так работать Гулять, так гулять И не потому ли сейчас Оглядывая их могилы Простые песчаные бугорки Густо засеянные рыжей Нападавшись сосен хвоей Я не испытывал того восторга и трепета Который всякий раз охватывал меня Когда я стоял перед могилой Архипа Белоусова Медленно, ступая по высланной Дерном дорожке Я подошел к ограде Открыл калитку Что такое? Где могила Архипа Белоусова? Шесть фамилий выбито на лицевой стороне Пирамидки И только третий среди них Совсем затерявшись в этом списке Фамилия Белоусова Все так же, как в далеком-далеком детстве За соснами полыхал багряный закат Казалось, сама Вселенная Склонила свои знамена Над нашим Куртояром А могилы Архипа Белоусова Не было На месте ее Торчал серый, унылый столбик Точь в точь такой же Как на десятках других могил И я смотрел на багровый закат Смотрел на этот столбик Густо исписанный ровными Под слеповатыми буквами И чувствовал себя так Будто меня обокрали В деревне оставался Последний красный партизан Лазарь Павлович Подшивала Человек по нашим местам знаменитый В гражданскую войну Был уездным комиссаром И вот сидит сейчас передо мной Одинокий старик Приехавший умирать на родину Последний красный партизан В нашей деревне Лазарь Павлович Что же это с могилой-то Архипа Белоусова сделали? А что? По-моему, неплохо Был я недавно Неплохо? Ну, знаете ли Свалить в одну общую кучу со всеми И тут я стал запальчиво Говорить о том Что значило для меня Для моего поколения Могила Архипа Белоусова Лазарь Павлович Спокойно выслушал меня И сказал Зря бы так Зря Ведь и те пятеро Которые нынче с ним Тоже проливали свою кровь За советскую власть Я был согласен Историческую справедливость Восстановить надо Тут я, что называется Обеими руками За Но разве это дело Что список красных партизан Выбитый на пирамидке Возглавляет Антон Аншуков Неужели Лазарь Павлович Не знает В каких отношениях С зеленым змеем Был этот человек Ну, насчет того Что Антон Аншуков Правофланговым На памятнике оказался Я думаю, это правильно Сказал Лазарь Павлович Он все годы Тоже на правом фланге был А это он уж после На других поворотах Забуксовал Но при чем же здесь Архив Белоусов Лазарь Павлович Снисходительно Посмотрел на меня Улыбнулся А при том Что Архив Тоже человек был И человек не шибко грамотный Помню, за винтовку В ведомости Расписаться надо Что, думаешь, поставил Архив? Крест Вот и толку После этого Как бы он повел Себя дальше в жизни На крутых подъемах И перевалах Подростком Мальчиком, можно сказать, погиб Я во все глаза Смотрел на старика Архив Белоусов Мальчик Да еще не грамотный Лазарь Павлович Доброволец Вот думаю Мертвого И когда впереди И когда впереди В пледных вспышках Молни Верблюжьим силуэтом Обозначилась Старая церковь Я машинально По давней привычке Свернул с дороги И зашагал Крутояру Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok